Сначала из детских. Неуемные детишки в зоопарке так орали, И скакали так ретиво, что пугали всех зверей. А несчастные мартышки, ужасаясь, наблюдали Из вольера перспективы эволюции своей. Сидит в трамвае на сиденье мальчик-крошка. Болтает ножками, а рядом дед стоит. Ага, что дедушка, болят, наверное, ножки. Ох, да, внучок, не только ножки, все болит. Подумал дед, сейчас мне место уступай, А хороший мальчик встанет. Только тот не встал. Вот он сказал, сильнее ножками болтая. Наверное, в детстве-то всем место уступал. Глеб старинный романс под гитару поет. Витя Пушкина в кресле читает стихи. Плавно в вальсе кружат Толя с Лидой вдвоем. Все красивы, опрятны, умны, небухи. У рояля Сергей на лице не тая выражение презрения к водке, к вину. Это что ж за идиллия? Просто Илья в магазин прибежал в 22.01. Философ звонил, заболел, не беда. Стакан, но ни чаю, ни кофе, портвейна. И сможет учитель труда легко преподать философию. Сделает опыт тебя мудрецом. Если ты в чем-то был прежде профаном. Парень, 16 лет ставший отцом, даже сосиски стал есть с целлофаном. Мужику стакан не более и не помнит ни хрена. Бабе рюмку алкоголя, все припомнит вам она. Сразу пятеро, как огурцы на грядке. Родились у них три дочки и два сына. У мамаши и младенцев все в порядке. А за жизнь отца воюет медицина. Старикашки муж с женою после смерти в рай попали. Безмятежные покоя они в жизни не видали. Красота вокруг такая, радость в сердце и на лицах. Светит солнышко лаская, на ветвях щебечут птицы. Аромат плывет жасмина, ветерок приятный веет. На жену взглянул мужчина, да как треснет ей по шее. Вась, за что? Да вот за это. Кашку ели, соки пили. Если бы не твоя диета, мы бы уже целый год здесь жили. Вот спортивные. Очень актуальные. Футболисты России на Кубок Европы играют. Счет 14-0. В пользу сборной Монако нет речи. Только наши красавцы-орлы вовсе не унывают. Ведь идет лишь восьмая минута ответственной встречи. Молот взял он и, крутясь в метание зоне, зашвырнуть так далеко его сумел, что все ахнули, кто был на стадионе. А один так даже ахнуть не успел. Как-то разгорелся жаркий спор о проблемах секса у селян. И спросили конюха в упор. Ну а ты как думаешь, Иван? Ой, нужна мне эта ваша хренатень. Мне ваш секс, как меряну очки. У меня 14 детей. Мне не до теории, мужики. А вот сказочное. Кощей бессмертный нынче до смерти напился. Под поезд бросился, хрустальный съел стакан. Нажрался дусто, застрелился, утопился. Весь день, короче, развлекался старикам.